Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Гемельфарп и сегодня у нас на связи из самостейной незалежной Украины, которая подверглась агрессии, капитан перворанга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юрий! Привет, привет, тезки! Как обстановка сейчас в Украине? Тяжелая, обстановка тяжелая. В Киеве взорвали телебашню, поэтому телевидение уже сложно работает. Уже показано, что Россия использует вакуумные бомбы, что нарушение Женевской конвенции. Это такие бомбы, ну, следующие это ядерные оружия. Это уже такое. И кластерные бомбы, не для наших гражданских товарищей, и кластерные бомбы, что тоже, конечно же, огромное нарушение Женевской конвенции. Поэтому они играют абсолютно без правил. Ну, это уже люди, которые обучены, конечно, такие бомбы. А вот это вот, как так сказать, чтобы не обидеть сельского жителя, деревенские парни из сел, которые сидят за танками, за БТРами, за бронью, они, конечно, молодые, паникуют, стреляют куда попало, попадают куда попало, обстрелы ведутся в темную. Это, конечно, все очень трагично. Города, огромные города обстреливаются. Это бесконечная орда прет и прет. Но украинцы, конечно же, дерутся насмерть. Они, конечно же, молодцы. Что еще я узнал в сегодняшний день? Ну, в Харькове слышали уже эти новости, что в Харькове обстреляли, взорвали. Тяжелые бои идут в Харькове, уже в центре города. Но Харьков не сдается. Бердянск сдан. Но Бердянск и не защищали. Значит, из моих сведений, опять же, это сведения от товарища, которому я доверяю, высокопоставленный украинский военный, сказал, что Таганрог, аэробазу в Таганроге украинцы бомбили, разбомбили. Что очень сложно, значит, они пересекли российскую границу и смогли это разбомбить. 200-я танковая бригада уничтожена. Подожди, подожди, уточни. Танковая бригада стали 200-ми или это номер танковой бригады 200? Нет, насколько я понял, это номер бригады. Понял, символично. Там, ну да, и 13-й полк, тоже ему не повезло с номером, 13-й полк 4-й дивизии, это из Уркутска, командир он, ликвидирован. Все остальные, конечно, рассыпались по лесам, но охотники ходят и их отстреливают, прям вот как в кино. Еще раз, охотники, то есть это люди с двухсловками. Да, местные с гордянками, они, ну, там, наверное, территориальная оборона стоит, и они, это же их местные места, они-то знают, это, а эти же ребята потеряны. Ну, тут анекдотически ходят вещи, что там ребята потерялись, и с двумя канистрами зашли в полицейский участок и попросили, или они могут одолжить них соляры. Ну, понимаешь, это, ну, до таких вещей, потому что, опять же, эти же ребята, ну, они не понимают, где они, это дети еще, это дети, они потерялись, они где-то разлили соляру, еще что-то, ну, в общем, ловят мародеров много, мародерство. Мародеры с какой стороны? Ну, с российской, солдаты, они же голодные, они, что их там, кормит кто-то или что-то, знаешь. По пути к коммунизму никто кормить вас не обещал, по освобождению. Вот, еще из новостей, что десантный корабль, десант, который должен был высадиться в Одессе, произошел бунт на корабле, морпехи не захотели усаживаться, в общем, там попросили проход, чтобы корабль ушел, в общем, эта операция свернулась, захлебнулась. И, ребят, берите пример с морпехов, они знают, что делают, не хотят идти на убой, не хотят быть пушечным мясом, и морпехи же, они же жопой думают, понимаете, они соображают, что делают. Вот берите с них примеры и не геройствуйте, потому что убьют вас, и ничего от вас не останется. Ну, и что еще? Зеленский молодец, сегодня выступал, значит, в Европарламенте, у него было, ну, все стали хлопали ему стоя, он, конечно, войдет в историю как герой Украины, молодец, очень стойко стоит. Сейчас я выступал, ну, вот это, меня, значит, пригласили сейчас на местный канал, вот прям до тебя я переместился в новое место. И опять вот на местном канале, как военного эксперта, то-то-то-то-то, ну, а вопросы не про военную, а про политику, конечно. Ну, пойдут белорусы или не пойдут белорусы, будут участвовать они или не участвуют, ну, с силой своими, потому что там скопилось что-то, какое-то количество танков на границе белорусских, ну, я не знаю, пойдут они или не пойдут. Ну, они уже пошли, извини, Юра, но это я тебе скажу. У тебя немного устаревшая информация, уже со стороны Белоруссии вторглись войска. Ну, белорусские войска. Этого, это не знаю, вот тут по-честному говорю. Украинцы говорят, что они могут применить применитивный удар по Белоруссии. Я также слышал, что, да, зашли белорусские войска, но вспомогательные, без оружия. Вот, опять же, эта информация непроверенная, я не знаю. Но вот я говорю про, опять же, я говорю, я не знаю, не могу предсказать, что у батьки в голове, о чем он договорился, как будут дела. Я знаю, что белорусские военные, многие бывшие военные призывают не делать этого, офицеров. Своих призывают не делать, не совершать этого военного преступления. А это военное преступление. Да. И белорусы же недавно только бунтарили, не хотели ничего делать. Но я уверен, что среди их военных тоже есть люди, которые все-таки хочется, чтобы образовался... С головой. Ну, хочется, чтобы образовался генерал Бекк или полковник Штаффенберг или хотя бы фельдмаршал Ромоль. Но, видимо, знаешь, может быть, у немцев были и сэсовцы, и садисты, и все такое, но там были и благородные люди, да, которые были верны присяге офицера. Ну, вот среди русских, видать, не находится этого. Никак не находится, чтобы иметь дело вот с этим маньяком, который использует вакуумные бомбы и кластерные бомбы над мирными городами. Это, конечно же, знаешь, следующая уже будет ядерная война. Вот я был на этом канале, и мне опять говорят, ну, Байден же сказал, что ядерной войны не будет. Вот Байден опять сказал. Вот с этого момента поподробнее. Дело в том, что я как физик. Они меня от меня на час отодвинули, потому что взорвали в Киеве телебашню, а Байден сказал, что я... А вот Байден же опять сказал. Я говорю, он же вам говорил, что и Путин не удерживается, и что не удерживает? И, конечно же, кто виноват в этом во всем, угадай. Правильно. Трамп. Это при Трампе. Крым взяли, это при Трампе. На Донбассе война началась. Ну, виноват почему? Потому что вот у него были теплые отношения с Путиным, и он как бы подогрел Путина к этому. Я говорю, ну, вот я вам называю. Северный поток, санкции. Закрыл консульство. Цены на нефть опустил. Сидел Путин четыре. Скажите одну хотя бы вещь, как он подогрел Путина? Что он сделал, кроме там, сказал ты хороший парень? Каким образом? А вот Байден, я говорю, вот, я вам... И здесь 10 примеров проживаю, и здесь 10 примеров проживаю. Вы мне приведите один. Один пример, где Байден сделал что-то такое жесткое против Путина, а там что-то сделал для него. Не может журналистка. Сразу переходит на другое. Говорю, нет, нет, не переходите на другое. Вот ответьте мне на это. Вот зачем вы продолжаете это делать? Трампу уже больше, почти два года он уже почти не президент. А вы все на него валите. Он во всем виноват. Юр, а вот здесь... Излечимая, блядь, болезнь. Дело в том, что минувшее воскресенье, позавчера, Владимир Путин, он приказал Шойгу и главе генштаба Герасимова, которые сидели с видом так, как будто они проглотили хрен моржовый, они, значит, он им дал приказ перевести силы ядерного сдерживания в состояние особой готовности. Ну, я, как человек, который немного имел отношение к этому делу, понимаю, что это разговор ни о чем. Это больше политическое решение. Но возникает вопрос, а возможно ли применение тактического ядерного оружия, для чего не нужны, силы ядерного сдерживания для деморализации Украины? Твоя оценка как военного и как дипломата. С учетом того, что Владимир Путин, он тот, про которого Борис Ефимович Немцов в «Царстве ему небесное» очень точно сказал. Точно определил. Очень точно определил. Моя мама, моя мама-психиатр, точно это определила давно. Она сказала, что он психопат-параноик. Как и психопат-параноик, как Гитлер, как Сталин. Если бы у них была ядерная кнопка, они бы нажали. А эти параноики-психопаты с этими комплексами КГБшными и всем остальными, когда тебя люлей валили каждый день во дворе и в школе. Конечно же, он не терпит никакого унижения, никакого опущения. Ну, он себя в голове. Проиграть он никогда не может. Он всегда прав. Всегда с ним надо тихо и навы. И поэтому, когда сейчас украинцы дают им конкретных люлей, и они на земле не могут продвинуться, не могут они эту наземную операцию провести, когда у них бунты, когда дезертиры, но все равно их много, а да, все равно, конечно же, много. Когда украинцы вкопались, и они их закидывают молотов коктейлями, они не понимают, что наоборот, это только их сплачивает, этих украинцев, это только их делает сильнее и злее. Поэтому, конечно, он использует все, что угодно. Он уже пользуется оружием, которое запрещено в Женевской конвенции. Ему пофигу, он псих. Ему пофигу, сколько людей погибнет. Ему пофигу, как Гитлеру. Значит, германский народ заслуживает это, значит, мы не таких. Значит, вот германский народ не достоин меня. Батька тоже такого говорил. Народ достался плохой. Понимаешь, но я тебе хочу сказать, а у него уже есть. У него Чернобыль. Чернобыль под русскими. Там же обслуживать его надо. Там же тысячи и тысячи людей работают, обслуживают эти реакторы. Один дом, один реактор. Там они просто так не могут стоять. Значит, там он может создать ядерную катастрофу. Ну и, конечно же, тактически ядерным снарядами он тоже может шарануть. Деморализует это украинцев? Наоборот, я думаю. Наоборот, их сплотит этот ток. Это еще больше обзлит. Но мир, где остальной мир? Вот они все боятся включиться, потому что это будет Третья мировая война. А сейчас что по-вашему происходит? Сейчас началась Третья мировая война. Вы что думаете, что он отойдет, вы с ним опять договоритесь, вы что-то ему дадите, какую-то часть Украины? Ну, конечно, если сейчас по нему не ударят, если ему сейчас шею не свернут, то дождутся катастрофы, когда будет поздно. Даже израильтяне уже включились. Как они вот аккуратно не ведут себя с Россией все время, понятно. Понятно. Потому что они сами все время в опасности из-за этого. И они уже это... Знаешь, когда говорят, если израильтяне нам сейчас не помогут, они следующие. Нет, ребята, это Украина следующая. Израильтяне в этой ситуации уже были много раз, когда у них большой сосед на них нападает, и никто им не помогает, и они сами по себе. Но сегодня вот вроде я слышал, что израильтяне включились, и они осуждают, и, наверное, начнут помогать скоро с электроникой, с такими вещами. Потому что это, конечно, делает оружие и все остальное намного лучше. Конечно, передали самолеты Украине, истребители, и уже вроде бы в Польше находятся украинские летчики, которые начнут на них летать. Потому что самое слабое место, это, конечно, небо в Украине и противовоздушная оборона. Они ракетами начинают сюда, Искандеры уже залетать, кстати, со стороны Белоруссии. В общем, такая вот ситуация, Юр. Последний вопрос, Юр. Буквально несколько часов назад стало известно, что путинские войска разбомбили мемориал в Бабьем Яру. Были в Бабьем Яре. Что об этом думаешь ты, что об этом думает Украина? Ну, я слышал, что обстрелы Баби Яра шли давно. Я не знаю, что там произошло, не буду придумывать, но то, что там показывают повреждения и мемориал, и самому Баби Яру, опять же, это может быть, потому что телебашня стоит прямо возле Бабьего Яра. И может, я не думаю, что у них цель была бомбить Баби Яра, цель была бомбить телебашню, потому что Баби Яру, ну, эти люди, которые там лежат, останки, светлая им память невинно убиенным. Но это не помогает выиграть войну, бомбить это место. Поэтому я думаю, что это коллагодарал дэмидж, это побочный эффект войны. Но бомбят, слушай, бомбят Киев, бомбят Харьков, во Львове, вокруг Львова идут сирены, вокруг Одессы. Но в Одессе, похоже, не получилась операция с высадкой морской пехотинцев, которую ожидали. Потому что морпехи поняли, что их там встретят жестко, ну, в общем, не с хлебом, а с солью их там встретят. Эти адеситы, они все-таки адеситы, и с ними опасно. Они веселые и добрые, но не всегда. Это понятно. Юра, и в заключение, ты соблюдаешь меры безопасности? Ты вооружен или как? Мы все за тебя беспокоимся, дорогой. Я в безопасности, не беспокойтесь. Я в безопасности, Иларионов в безопасности. А он тоже в Украине? Нет. Все, я не задаю эти вопросы. И Солонин тоже, Марк Солонин тоже в безопасности. Мы держим связь друг с другом. И помогайте Украине. Молитесь. Вы там ближе к Богу за Украину. Помогайте Украине. Делайте все, что возможно. Украине нужны необходимые тепловизоры. Потому что ночью они... Тут много диверсантов. Они вылавливают диверсантов. Диверсанты действуют ночами. И они не видят их ночами. Им нужны тепловизоры. Я не знаю, почему мы не можем их снабдить этими тепловизорами. Ну, вообще, это очень контролируемая вещь, которую просто так не выдают никому. Не отдают. Но необходимы тепловизоры, необходимо оружие больше. Необходимо всего. И, конечно же, слава Украине. Слава Украине. Это, безусловно, героям слава. И слава президенту Зеленскому. Он войдет в историю. Он войдет в историю как защитник Украины. Уже 90% украинцев сплотили с ним. Он четко, жестко, спокойно контролирует ситуацию. Он не в панике и не в бегстве. И слава Ключко. Слава мэру Киева. Тоже молочина. Он как на ринге. Себя держит спокойно, с улыбкой. И держит удар. Понятно. Юр, спасибо тебе огромное за очень важные сведения. И еще раз, друзья. Слава Украине. Мы, войска информационного фронта, на вашей стороне. До встречи, друзья. Мы на правильной стороне истории. Это правильно. Те, кто с нами, тоже будет. А история остальных осудит сильно. Их накажет сильно. Понятно. До встречи. Поехали.